Добрый день! Сегодня мы в гостях на Анжело Капеллини, где мы посмотрим не только шоурум фабрики, но и производство. Это производственный цех. Здесь мы можем наблюдать очень интересный момент трансформации, то есть первичная трансформация деревянного бруска вот уже в такую резную ножку, которая выходит из машины. То есть это пантограф. Вот здесь мы видим как это все выглядит, но особенность Анжело Капеллини в том, что у нас резьба это не только то, что сделано пантографом. Наша резьба, она всегда дорабатывается вручную, поэтому она смотрится более глубокой и более живой, потому что в нее вложен труд, вложены руки мастера и это придает жизни любому резному элементу. Вот, кстати, рабочая зона, где вы можете посмотреть мастеров, которые, скажем так, дают жизнь мебели. Вот, а здесь мы сейчас находимся в цеху, где мебель подготавливается к упаковке и отправке своим владельцам. Но вот сейчас мы с вами находимся в шоуруме именно Анжело Капеллини, а точнее в классической его части. Здесь мы вот видим наш, скажем так, стиль Людовик XV, чем фабрика стала известной, когда начала работать в России еще в 90-х годах. Далее мы смотрим уже более обновленную, скажем так, коллекция более легкая, то есть более легкая классика. Далее мы с вами проходим так называемую современную часть, хотя первая коллекция оперы, которая была сделана 12 лет назад, ну, я бы даже вот сейчас уже отнесла бы ее к классике. То есть здесь у нас уже идет, видите, смесь вот таких вот элементов, то есть это из коллекции опера 1, то есть вот такая более классическая мебель. И плюс какие-то вот новые модели, которые мы разрабатывали в течение последних двух-трех лет. Вот это вот совсем новая кровать, которая еще даже не сфотографирована нигде, то есть пока просто ее показываю. Такая тоже, она современная, вот, стоит рядом с классическими тумбочками. И теперь мы находимся именно вот в новой части опера, то есть это та коллекция, которая разрабатывалась последние 2-3 года. Вот, пожалуйста, интерьер. Кстати, хотела обратить внимание, вот здесь, допустим, у нас металл. Какой металл? То есть это не просто крашеный алюминий, и здесь именно идет латун. То есть такой вот прям престижный, крепкий материал. Ну и здесь мы оказываемся опять в месте, где классика состыкуется с современной коллекцией. Субтитры создавал DimaTorzok